Добрый день, Татьяна Викторовна. Добрый день, уважаемые слушатели. Тоже давайте традиционно проверим, как вы меня слышите и видите, нашу связь. Если все хорошо, нажмите, пожалуйста, на огонек в правом нижнем углу. Отлично, вот, побежали огоньки, здорово, все хорошо. Спасибо за вашу активность, тогда не буду задерживаться. Еще у меня будет к вам просьба традиционная. Напишите, пожалуйста, из каких вы населенных пунктов, кто вы по профессии. Нам важно знать географию нашего вебинара. Представлюсь для тех, кто со мной не знаком. Еще меня зовут Журова Инна Александровна, я руководитель службы социального сопровождения семей с детьми, член экспертной группы аттестационной комиссии. И сегодня мы с вами поговорим о том, как развивать логические приемы мышления у детей дошкольного возраста. Важнейший психический процесс, обеспечивающий человеку способность решения любых поставленных перед ним задач, называется мышление. Оно тесно связано с речью, а его результатом является мысль, выраженная в словах. Развивать мыслительную деятельность нужно с раннего возраста. Используя логику, ребенок получает знания об окружающем мире и его способности. Формирование мыслительных процессов дошкольника – одна из важнейших задач дошкольного образовательного учреждения. От владения процессами мышления, умения усваивать, обрабатывать, применять полученную информацию – зависит не только успешное обучение в школе, но и взрослая жизнь человека. Способность мыслить логически, то есть рационально, находя верные решения, помогает и в профессиональной деятельности, и в отношениях с окружающими, и в быту. Логика – это наука о законах мышления и его формах. Но зачем логика маленькому ребенку-дошкольнику, да, встает вопрос. Дело в том, что на каждом возрастном этапе создается как бы определенный этаж, на котором формируются психические функции, важные для перехода к следующему этапу. И вот таким образом навыки, умения, приобретенные в дошкольный период, будут служить фундаментом для получения знаний и развития способностей в более старшем возрасте, в школе. И важнейшим среди них является навык логического мышления, способность, то есть действовать в уме. Все дети одарены. У каждого ребенка есть задатки, данные ему природой от рождения. Их заложили мама и папа. Извините. Прошу прощения. Далее их еще заложили мама и папа. Из любого ребенка можно сделать талант, вырасти талант, если не упустить время, вовремя его, скажем так, удобрить. И самое важное время для развивающегося человека – это первые годы его жизни. Именно в раннем детстве закладываются основы развития логического мышления. Мышление – это одна из форм деятельности человека. Это социально обусловленный психический процесс, который неразрывно связан с речью, как я это уже отметила. В процессе мыслительной деятельности вырабатываются определенные приемы или операции, анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация. Об этом мы еще поговорим с вами очень кратко. Теоретический аспект актуализирует наше знание. И потом дальше уже перейдем непосредственно к практике. Под логическим мышлением понимают способность и умение ребенка оперировать абстрактными понятиями. Это мышление путем рассуждения. Это безукоризненное построение причинно-следственных связей. То есть умение самостоятельно производить простые логические действия. Анализ, синтез, сравнение, обобщение и другие. А также составные логические операции. Построение отрицания, утверждения, опровержения. Как построение рассуждения с использованием различных логических схем. Логическое мышление дошкольника не может формироваться стихийно. И для его развития необходима целенаправленная систематическая работа педагогов, родителей, ну и детей. И хотя полностью словесно-логическое, понятийное или абстрактное мышление формируется к подростковому возрасту, но его начало развития, то есть стартовая площадка, приходится как раз-таки на дошкольный период. И цель развития логического мышления дошкольников – это научить мыслить, используя знания о связях между явлениями, выстроенные на их основе, на основе суждения и понятия. Задачи логического развития в каждом возрасте свои. Они улыбляются и расширяются по мере того, как ребенок взрослеет, и его мышление становится более сложным. Нельзя требовать от двухлетнего и четырехлетнего малыша выполнения одной и той же задачи. Да и шестилеткам будут неинтересны задания для более младших детей, поскольку они стоят на разных ступенях формирования мышления. Развитие логического мышления у дошкольников – сложный процесс. Мальчик или девочка учатся анализировать, делать правильные выводы, видеть пути решения задач. Начинать развивать логику нужно с трех лет. Использовать для этого игры, упражнения, головоломки. С помощью взрослых дети получают знания, изучают понятия, явления, процессы окружающего мира. Если ребенок получает сведения из разных источников, его логика развивается наиболее интересно, интенсивно, активно. Хорошо развитое логическое мышление позволит будущему ученику понимать причинно-следственные связи, разбивать предметы по признакам, находить лишний предмет среди других, соотносить слова с образами и понятиями. Чтобы развить логику, ребенку дошкольного возраста применяют игровой и дидактический материал. Педагоги развивают логику на занятиях, а родители на прогулках, просто обращая внимание мальчиков и девочек на природные явления. Развитие логики не заканчивается завершением дошкольного возраста, а длится в течение всего периода взросления. И для того, чтобы формировалось мышление, оно должно пройти несколько этапов, которые тесно связаны с возрастом. Предметно-действенное мышление. Только этот вид мышления и существует у детей досадовского возраста. Они все ощупывают, тянут в рот, разбирают, ломают. Вот это и есть характеристики самого простого вида мышления. И во взрослой жизни, когда человек сталкивается с чем-то новым, он обязательно сделает все, чтобы осмотреть, пощупать, повертеть этот предмет и исследовать все возможности его применения. Следующее – нагляднообразное мышление. Это уже вторая стадия развития мышления. У детей 5-6 лет или дошкольников на этом этапе у ребенка формируются образы и представления от зрительных и тактильных до слуховых и вкусовых образов. Следующее – это абстрактно-логическое мышление. Оно развивается, когда человек начинает оперировать понятиями, которые не имеют материального выражения. Это отвлеченные понятия, цифры, символы. И высшая степень развития логического мышления – это умение подходить к решению задач, не используя шаблонов, а применяя творческий подход, изобретая и выдумывая что-то свое. Поэтому регулярное решение задач на логику позволяет развить интеллект и воображение. Так как ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, то развитие логического мышления наиболее эффективно происходит именно через игровую деятельность. При этом работу необходимо строить с учетом следующих условий. Это учет индивидуально-возрастных характеристик каждого ребенка, активизация каждого ребенка во время игр для развития и совершенствования мыслительных операций, организация игр с использованием поисковых, проблемных, занимательных вопросов, поощрение неожиданных ответов ребенка, самостоятельных размышлений, суждений, умозаключений и принятия решений. Вот это очень сложно бывает сделать педагогу, потому что мы ждем ответа какого-то шаблонного. И часто прерываем размышления ребенка, говорим, нет, не так, все неправильно. А понять логику, почему ребенок так отвечает, вот здесь очень важно, чтобы мы услышали ребенка, чтобы мы как раз-таки поощряли вот эти неожиданные для нас ответы и вот эти самостоятельные размышления. Все игры на развитие логического мышления направлены на то, чтобы сформировать у ребенка основные элементы мыслительных процессов. Сравнение, обобщение, классификация, синтез, анализ, умозаключение. Сравнение, что это прием, направленный на установление признаков сходства и различия между предметами и явлениями. Для того, чтобы научить ребенка сравнивать, ему необходимо помочь овладеть следующими умениями. Это умение выделять признаки, то есть свойства одного объекта на основе сопоставления его с другим объектом. Детям дошкольного возраста обычно выделяют в предмете всего два-три свойства, в то время как их бесконечное множество. Чтобы ребенок смог увидеть вот это множество свойств, он должен научиться анализировать предмет с разных сторон, сопоставлять вот этот предмет с другим предметом, обладающим иными свойствами. Что еще? Здесь же будет умение определять общие и отличительные признаки свойства сравниваемых объектов. Когда ребенок научился выделять свойства, сравнивая один предмет с другим, следует начать формировать умение определять общие и отличительные признаки предметов. В первую очередь обучить умению проводить сравнительный анализ выделенных свойств и находить их отличия. Следующее – это умение отличать существенные и несущественные признаки объекта, когда существенные свойства заданы или легко находимы. После того, как ребенок научится выделять в предметах общие и отличительные свойства, можно сделать следующий шаг – научить его отличать существенные важные свойства от несущественных второстепенных. Следующее – это обобщение. Следующий прием – обобщение. Что это такое? Это мысленное объединение предметов или явлений по их общим и существенным признакам. Для того, чтобы научить обобщать, надо сформировать следующее умение. Это умение соотносить конкретный объект к заданной взрослом группе и, наоборот, выделять из общего понятия единичное. Что еще здесь? Это умение группировать объекты на основе самостоятельно найденных общих признаков и обозначать образованную группу слов. И умение распределять объекты по классам. Следующий прием – классификация. Это мысленное распределение предметов по классам в соответствии с наиболее существенными признаками. И для проведения классификации необходимо уметь анализировать материал, сопоставлять, то есть соотносить друг с другом отдельные элементы, находить в них общие признаки, осуществлять на этой основе обобщение, распределять предметы по группам на основании выделенных в них и отраженных в слове названия группы общих признаков. И вот таким образом осуществляется классификация. Осуществление классификации предполагает использование приемов сравнения и обобщения. Следующий прием – это систематизация. А систематизировать значит приводить в систему, располагать объекты в определенном порядке, устанавливать между ними определенную последовательность. Сириация еще здесь же – это построение умопорядоченных, возрастных, возрастающих или убывающих рядов по выбранному признаку. Классический прием сириации – это матрешки наши с вами, да, или те же пирамидки, вкладные вот эти вот мисочки и так далее. Следующее умозаключение – это мыслительный прием, состоящий в выведении из нескольких суждений одного суждения, то есть какого-то вывода, заключения. Синтез можно охарактеризовать как мысленное соединение частей предметов, единое целое с учетом их правильного расположения в предмете. И анализ – это логический прием, который заключается в распределении предмета на отдельные части. Анализ проводится для выделения признаков, характеризующих данный предмет или группу предметов. Все логические игры можно условно разделить на речевые игры. В таких заданиях нужно только говорить, никаких вспомогательных материалов здесь нет. И такие игры направлены на то, чтобы слово стало употребляться как самостоятельное средство мышления, позволяющее решать умственные задачи без использования образов. И примером могут служить загадки, загадки-шутки, игры по типу «Скажи наоборот», «Небылиц», «Логические концовки», «Игра, например, если то», «Ассоциации» и так далее. Кроме того, в логические игры входят графические игры. И примеров таких игр очень много от поиска выхода из лабиринта и нахождения отличий у двух рисунков до раскрашивания и дорисования по образцу. Ну, например, по типу «Почини ракету», «Дорисуй, чего не хватает» или «Какой фигуры не хватает», «Рассеянный художник» сюда же, «Восстанови картину», «Различные графические диктанты». Сюда же еще к логическим играм относятся настольные игры. Это вообще всевозможные варианты игр, в которых нужно не просто перемещаться по клеточкам, например, но и отвечать на сопутствующие вопросы. Сюда же составление пазлов, разрезных картинок и тому подобное. К логическим играм относятся также головоломки. Ну и опять, название говорит само за себя. Все задания, где нужно подумать, поломать, скажем так, голову, все это будет относиться к данной категории. Это и ребусы, это и шарады, это и кроссворды, там грамм сюда, пифагор, рассыпанные буквы и так далее. Сейчас пройдемся по задачам, по возрастам. И вначале остановимся на задачах развития логики у детей раннего возраста. Детям от 2 до 4 лет присущ наглядно действенный вид мышления. Вот почему я как раз в начале нашего вебинара очень кратко проговорила, какие виды мышления есть, чтобы мы с вами вспомнили, актуализировали наши знания. Так вот, малышам необходимо обследовать предмет, потрогать, постучать о другие предметы, уронить. Если получится, опять же, это доставляет детям не только большое удовольствие, но и сразу сообщать массу информации о прочности, о возможностях применения вещи. А что еще? Попробовать на вкус тоже, да, можем позволить. И если слабое развитие памяти, внимания двухлетним детей не дает им возможности надолго сохранить полученный опыт, один раз попробовав, например, невкусный лимон, а не потянут его в рот снова, да, то стремительное развитие интеллекта на пороге трех лет позволяет ребенку не только формировать понятие о предмете, такое что лимон кислый, его не надо пробовать, но и сохранить это в памяти. Ребенок откажется от повторного угощения кислым фруктом. И задача развития логического мышления на этом этапе – это создать предпосылки для активной познавательной деятельности и экспериментирования на основе действий с предметами, природным материалом, различными природными материалами – вода, песок и так далее. Что еще здесь? Формировать первичные представления о сенсорных эталонах – цвет, форма, величина. Способствовать развитию речи, учить детей высказывать простые суждения на основе действий. Вода течет, ее можно переливать и учить первым логическим операциям. Группировки, классификация, например, по одному признаку. Группировки предметов одной формы или одного цвета. Можно учить уже в этом возрасте сериации, образованию последовательно убывающего или возрастающего ряда. Те же наши пирамидки, составление башенок из разного размера, ведерок, собирание и разбирание матрешек из трех-четырех частей. Также здесь еще учим синтезу, то есть составлению целого из частей. Здесь прекрасно подойдет конструирование. Осуществление этих задач возможно при наличии богатой предметно-развивающей среды в группе. Маленькие дети должны видеть яркие, интересные игры, игрушки, чтобы им захотелось играть с ними. Поэтому игровой материал, столы для игр с песком и водой должны располагаться в доступных для детей местах. По мере усвоения детьми того или иного материала, игры и игрушки меняются. Педагогу также важно предусмотреть наличие материалов для опережающего развития. Некоторым детям на третьем году жизни интересна и доступна такая логическая операция, как установление взаимосвязи между двумя предметами. Поэтому нужно дать детям игры «Найди детеныша», «Кто что ест», «Найди пару», изготовленные с использованием маленьких игрушек. Малышам нравится играть с ними, составлять логические пары. Они используют их даже в самостоятельной игровой деятельности, расставляют животных, кормят их соответствующим кормом, ставят детенышей рядом с моделью взрослого животного. В набор «Найди пару» можно внести кукольный шарфик и шапочку, предметы игрушечной мебели, посуды и предложить малышам разобрать, что к чему подходит. Что здесь можно предложить? Игра, например, бесконечная классификация. Нам потребуются карточки с изображением животных, некоторых других предметов. Выложите все карточки, предложите ребенку отделить все карточки с изображениями животных. Далее животных разделить уже на диких и домашних. Из домашних, в свою очередь, выбрать тех, кто имеет копыта, и отсортировать их на тех, кто с рогами и тех, кто без рогов. Можно классифицировать животных по признакам пушистые, гладкошерстные, хищник травоядный, плавает-не плавает, прыгает-не прыгает и так далее. Игра способствует развитию навыков классификации внимания и памяти. Или, например, игра в осаду или в огороде. Нам потребуются карточки с изображением огорода, сада, леса, вырезанные из картона фигурки овощей, фруктов, ягод, грибов. Попросите малыша правильно распределить вырезанные фигурки. Вспомним, что где растет. Овощи на картинку с огородом. Здесь, знаете, еще очень интересно, что я использую в своей работе. Можно в продаже найти, во-первых, не выбрасываю даже от киндер-сюрпризов. Все игрушки знакомые мои знают, что не надо ничего выбрасывать. Если у них появилась такая цель, то лучше отдайте мне. Это раз. А во-вторых, в продаже сейчас очень много различных маленьких декоративно-деревянных фигурок под разные лексические темы подходят. Тоже очень хорошо их использовать. Детям очень нравится, они увлечены, а я тем самым решаю образовательные задачи. Так вот, попросите малыша распределить фигурки. Вспомним, что где растет. Овощи на картинку с огородом. Там ягоды, грибы в лесу, фрукты в саду. Картинки я ламинирую. Если, например, кто-то не делает так, тоже попробуйте. Очень удобно с целью долгого сохранения. Так вот, игра способствует развитию навыков классифицирования, помогает изучить порядок вещей. Еще игра. Что положим в холодильник? Нам потребуются карточки с изображением холодильника, шифонера, посудного шкафа, книжного шкафа. И вторая группа карточек – это изображение предметов, хранящихся в холодильнике, шифонере и так далее. Расскажите ребенку историю про то, как один мальчик решил побаловаться. Вытащил все продукты из холодильника, одежду из шкафа, а также всю посуду и книги. Все вещи перепутались и кроха не смог убрать на место. А ведь мама, мальчик, расстроится. Давай мы с тобой поможем малышу и все разложим по своим местам. Продукты рядом с холодильником, одежду возле шифонера, книги около книжного шкафа, посуду перед посудным. Так вот, игра способствует развитию навыков классифицирования, изучению порядка вещей. Или, например, игра «Кто это делает?» Предложите ребенку угадать, о ком вы рассказываете. Причисляйте малышу действия того или иного человека. Например, приходит домой с работы, ужинает, играет с тобой, ходит с нами в парк, в цирк и так далее. Кто? Папа. Стряжет волосы, делает прически, работает в парикмахерской. Кто? Парикмахер. Лечит детей и взрослых, носит белый халат, слушает фонемдоскопом. Кто? Врач. Игра способствует развитию речи, наблюдательности, логического мышления. Что еще? Как же их отличить? Здесь нам понадобятся вырезанные из бумаги, одинаковые геометрические фигуры с незначительной разницей в размерах. Расскажите малышу, что фигурки пирожные для кукол. Вот такие бестолковые куклы перепутали все пирожные и не могут определить, где чье. Ведь пирожное для Маши больше, чем пирожное для Оли. А пирожное для Светы самое маленькое. И надо куклам помочь. Пусть опять же ребенок подумает, как это можно сделать. Покажите ему, как накладываются фигурки друг на друга. Выясните, какое пирожное больше, а какое меньше. Ну и раздаем куклам их десерт. Игра способствует развитию навыков сравнительного анализа предметов посредством наложения их друг на друга. И приемы, которые наиболее уместны в раннем возрасте, это показы и объяснения педагога, дидактические игры с предметами и экспериментальная деятельность. Они призваны заинтересовать ребенка многообразием окружающего мира, дать ему запас практического опыта о свойствах предметов, стимулировать познавательную активность. Следующая возрастная категория – дети 4-5 года жизни. И к 4-5 годам наглядно действенное мышление дошкольников сменяется нагляднообразным. Это новый качественный уровень, который дает ребенку больше возможностей для исследования окружающего мира, усвоения и воспроизведения информации. Дети 5-го года жизни способны мыслить, представляя не предмет, а его образ. Они узнают на изображении одну и ту же вещь, несмотря на его различные характеристики. Цвет, форму, размер, детали. Дошкольникам становится доступна новая логическая операция сравнения. Причем они способны сравнить не только однотипные предметы, например, две машинки или двух зайчиков, но и разные, принадлежащие к различным группам. Медведь большой, а ежик маленький. Дерево высокое, а мутка собаки низкая. Логическое развитие детей этого возраста ставит перед педагогом следующие задачи. Это расширять представление об окружающем мире, о людях, о профессиях, о человеческом жилье, транспорте, некоторых общественных заведениях, таких как детский сад, магазин, парикмахерская, больница. Причем необходимо не только сообщать детям знания, но и раскрывать в доступной форме взаимосвязь между явлениями, предметами и объектами природы. Следующая задача – это обращать внимание на многообразие, вариативность, изменчивость происходящих вокруг событий, что полезно для развития навыков сравнения и выделения главных признаков. Но детям этого возраста нужна помощь педагога в установлении закономерности этих перемен. Вчера была солнечная погода, а сегодня холодно и дождь, потому что пришла осень, а осенью часто идут дожди. Осенью дворник убирал листья граблями, а сейчас зима, выпало много снега, и дворник убирает снег лопатой, потому что так удобнее. Формирование представлений о причине и следствии подкрепляется практическими действиями детей. Малышам можно раздать детские грабельки, лопатки, предложить самим попробовать, чем же легче счищать снег с дорожек. И вот так они убедятся на собственном опыте, в правоте слов педагога и запомнят лучше сказанное им. Что еще? Какая задача? Совершенствовать навыки, выделять определенный признак предмета, группировать предметы по этому признаку, исключать из группы, не имеющие этого признака. Выстраивать рационные ряды из 8 уже 10 предметов, находить общие, отличные, пояснять свой выбор. И соотносить предметы с сенсорными талонами. Часы похожи на круг, книга на прямоугольник и так далее. Следующая задача – обучать элементарному анализу, то есть разбору целого на составляющие части. Эта логическая операция помогает определить, из чего состоит постройка, конструирование или поделка в художественном ручном труде. Детей учат анализировать не только предметы, но и действия окружающих. Героев сказок тоже, сюда же, да, рассказов, поведение участников специально созданных ситуаций, в том числе инсценировок, разыгранных сами детьми. Почему петушок не угостил мышат пирожками? Какой из трех поросят поступил правильно и почему? И еще тоже задача здесь учить – находить логические взаимосвязи и в природе. На пятом году жизни ребенок способен отследить и осознанно воспроизвести экологическую цепочку из трех звеньев. Весной солнце греет теплее, появляются насекомые, поэтому птицы возвращаются из теплых краев. Почему? Потому что для них есть пища. Воспитателю следует помнить, что развитие логического мышления маленьких почемучек ведется не только на занятиях математикой, но и во все режимные моменты и виды деятельности, в том числе на занятиях по ознакомлению с природой, окружающим миром, речевому развитию. Чем старшим становится ребенок, тем больше места в его образовании занимают логические упражнения и задания. Вопросы на установление причинно-следственных связей и приемы, которые можно вводить в работу с детьми 4-5 года жизни. Беседы, обсуждения. Малыши уже не только воспринимают информацию от взрослого, но и высказывают свое мнение, делают простые, доступные их пониманию умозаключения. Собака охраняет дом, она полезное животное. Корова дает молоко. Она тоже полезная, значит, все домашние животные полезные. Педагог должен внимательно следить за ходом детской мысли, потому что недостаток опыта может привести к ошибочному заключению. Например, рыбы живут в воде, лягушка живет в воде, значит, лягушка тоже рыба. И вот такие ошибки, конечно же, следует исправлять лучше в игровой форме, чтобы ни в коем случае не погасить желание ребенка размышлять. Ошибку дошкольника исправляют не сразу же, что привлечет внимание других детей, а позже, во время занятий, индивидуальная работа. Ну, например, к детям приходит сказочный персонаж. Ну, пусть будет, или не знаю, калиборативный, или еще кто-либо. И озвучивает ошибочное умозаключение как собственное. Воспитатель исправляет персонажа и сообщает детям достоверные факты, формируя у них правильное видение картины мира. Что еще здесь? Дидактические игры, задания, упражнения, логического содержания. Они могут быть и печатными, поскольку дети в этом возрасте воспринимают изображения и соотносят их с настоящими предметами. Геометрическое лото, что перепутал художник, найди что лишнее, подбери пару, чей силуэт, подбери заплатку кукольному платью, несложные лабиринты, игры на установление последовательности, например, продолжу узор, сделай бусы кукле и так далее. Сюда же также относятся игры, соединяющие творчество и логику. Вот то, что ребенок создает своими руками, запомнится ему лучше всего. Учитывая эту особенность детского восприятия, в систему логических заданий вводим такие, где требуется творчески доработать материал, дорисовать детали, чтобы превратить, например, геометрическую фигуру в предмет схожей формы, подарить недостающие, рыбаку, например, удочку, футболисту мяч, ежику иголки, машине колеса и тому подобное. Важно, чтобы ребенок не только правильно выполнил рисунок, но и пояснил свой выбор, умел отстаивать собственное мнение. Еще тоже используют в своей работе прием намеренной ошибки. Его вводят, начиная со средней группы, когда у детей уже есть представление о юморе, шутке. И в то же время они владеют достаточно самостоятельным мышлением, чтобы не принимать на веру все, что говорит взрослый человек. Намеренную ошибку можно вводить на любых занятиях. Главное, чтобы материал, который воспитатель будет применять, был детям хорошо знаком. Провести это упражнение можно в виде игры. К детям, например, приходит лисичка, которая хочет перехитрить малышей. Педагог задает от имени героя вопросы, которые содержат истинные и ложные данные. Дети отыскивают и называют ошибку. У кошки четыре лапы, у птицы четыре крыла. Мяч похож на круг, у круга есть углы и так далее. Намеренную ошибку используют и при рассказывании любимых сказок детей, истории о жизни лесных обитателей, временах года, жилища людей, забавах, о том, в чем дети компетентны и будут с легкостью ориентироваться. Что еще также в этом возрасте используются предметы-заместители? Этот прием развивает не только логическое мышление детей путем переноса некоторых свойств настоящего предмета на заменяющие его, но и воображение, творческие способности, гибкость мышления. Дети ярко представляют воображаемые свойства предметов-заместителей, но в то же время с легкостью меняют их, если требуется по ходу игры. И заместители используются, конечно, и в более младшем возрасте, но там дети не наделяют их свойствами, опираясь на фантазию. А они используются в игре лишь по внешнему сходству. Так, если дети раннего возраста вместо мыла в игре «Выкупаем куклу», используют кирпичик из конструктора по принципу схожести формы, и просто трут им куклу, то четырехлетки уже могут представить, какое это мыло душистое, пахучее, как оно пенится и так далее. Также уже в этом возрасте доступно использование знаков, пиктограмм. На пятом году жизни дети знакомятся с очень важными знаками, которые будут сопровождать их всю жизнь цифрами. Изучение цифр – один из первых шагов к абстрактному мышлению, потому что, используя их, ребенок должен не только воспринимать образ предмета, но и собрать однородные предметы в группу и обозначить количество предметов в группе определенным знаком, то есть цифры. Поначалу детям предлагаются, конечно же, простые задания, определить количество предметов, расположенных в ряд, и показать соответствующую цифру. Потом уже задание усложняется. На одном листе бумаги или наборном плотне в разброс располагаются предметы двух видов – три яблока и две груши, одна бабочка и четыре стрекозы. Дошкольникам необходимо определить количество одних, а потом других, и обозначить цифры. Пиктограммы – это вообще упрощенное изображение предметов, передающие их главные, наиболее узнаваемые признаки. И они могут использоваться для усовершенствования навыков анализа и синтеза. Рассмотрев пиктограмму, дети сначала высказывают предположение, называя предмет, который она обозначает, выделяют основные черты, а после вместе с педагогом делают заключение. Верно ли была их первая догадка или нет? Если работа с пиктограммами ведется систематически, их можно уже использовать при заучивании стихотворений, при пересказе рассказов, подключая мнемотехнику. И какие игры можно использовать в этом возрасте? Например, игра «Рыбка-червячок». Учат аргументировать свои ответы, расширять кругозор детей, и нам понадобятся картинки животных и птиц. Как играем? Сначала читается стихотворение. Зайчик любит морковку, мишка – малинку, воробушек – рябинку, «Рыбка-червячка». Избегай рыбка – крючка. Вы называете животное, а ребенку нужно быстро и правильно сказать, что оно кушает. Например, корова – сено, собака – кость, мышка – сыр, кошка – молочко и так далее. Играть можно как двоим участникам, так и большему количеству, периодически меняясь ролями с ребенком. И вот это является для него прекрасным стимулом. А еще можно закреплять, каким образом задайте ребенку вопросы. А что любит Карлсон? А что любит людоед? И прочее. Сыграйте здесь же еще в игру наоборот. Морковка – заяц, зерно – птица, лошадь – сено. Усложняем. А может ли цыпленок грызть кость? А собака может клевать зерно? И попросите ребенка аргументировать свой ответ. Если малыш затрудняется, найдите объяснение вместе. Небылицы. Знакомая, да, тоже игра. Помогает формировать логическое мышление, творческое воображение. Нам понадобится мяч. Ведущий бросает игроку мяч и говорит какую-либо фразу. Если эта фраза небылица, то ловить мяч не надо. Например, волк по лесу гуляет. Игрок ловит мяч. Волк на дереве сидит. Мяч не ловит. Девочка рисует домик. Игрок ловит мяч. Домик рисует девочку. Мяч ловить не нужно. И так далее. Старайтесь придумать как можно больше смешных, нелепых фраз. И выигрывает тот, кто, например, ни разу не ошибся. Закрепляем. Поиграйте в небылицы, используя короткие рассказы. Например, на день рождения Вани дети ели яблоки, мороженое, печенье и соленые конфеты. Ребенок должен исправить вашу ошибку и объяснить, почему это неверно. Можно поиграть с картинками. Например, на картинке нарисовано лето, солнце, цветы, бабочки и снеговик. Спросите ребенка, почему снеговик лишний. Что может с ним произойти? Что придумать, чтобы он не растаял? Следующая у нас с вами категория возрастная старшая группа детского сада. Абстрактно-логическое мышление начинает формироваться на шестом году жизни ребенка. И в этом возрасте детям все меньше нужно опираться на наглядность, чтобы представить что-то или выполнить задание логического содержания. Одним из главных инструментов познания становится речь, слово. Дети учатся оперировать словами. Когда старшего дошкольника спрашивают, что больше, пять или три? Он не представляет же ведь пять яблок или три, прикладывая мысли на их друг к другу, а просто вспоминает, что пять больше трех. То есть пять обозначает группу с большим количеством любых предметов, чем слово три. И мышление старших дошкольников также называют словесно-логическим. Это не означает, что детям шестого-седьмого года жизни при выполнении логических операций наглядность не нужна совсем. Занимаясь с ними, педагог использует игрушки, раздаточный материал, объемные, мелкие игрушки, геометрические тела, плоские материалы, картинки, схемы, карточки с заданиями. Но зачастую в роли наглядности выступают абстрактные, не передающие свойств предметов заменителя. Четные палочки, фишки, геометрические фигуры. Например, во время прочтения воспитателем стихотворения в дверь вошел Сережа, а потом Алеша, а потом Маринка, а за ней Иринка, а потом вошел Кондрат. Сколько стало всех ребят? И дети выкладывают по одной счетной палочке, когда называют имя ребенка, а в итоге подсчитывают их все и отвечают на вопрос загадки. Задачи развития логических способностей детей старшего возраста пополняются новыми, развивать знаково-символическую мыслительную деятельность. Дети работают меньше с натуральными изображениями предметов, больше с их символическими изображениями, схемами, знаками, в том числе цифрами. Что еще? Совершенствовать умения, сравнивать, классифицировать, строить предположения, доказывать их, систематизировать предметы по двум-трем признакам, совершать сериации 10 и более предметов, разница между которыми, чтобы была незначительна. Что еще? Вести анализ объекта или явления при минимальной помощи педагога, отслеживать закономерности, прогнозировать результат своей деятельности. Что еще? Обучать порядковому счету и количественному счету в пределах 10, составу числа до 5, формировать экологически грамотное поведение на основе понимания взаимосвязи в природе, ее самоценности, неповторимости, учить анализировать структуру конструкции, воспроизводить ее в разных вариантах. Как и раньше, в работе с детьми педагог использует практические методы развития логики, но теперь возрастает роль самостоятельности детей. Старшие дошкольники обследуют предложенные предметы, например, геометрические тела, сравнивают их по величине, цвету, определяют характерные свойства, получая от педагога не готовую информацию о предметах, а лишь наводящие вопросы. Разнообразнее становится экспериментальная и опытная деятельность старших дошкольников. Они могут устраивать долгосрочный опыт, наблюдая за их ходом и развитием, занося данные отдельных этапов опыта в календаре наблюдений. Просматривая календарь, дети поясняют, как логически взаимосвязаны этапы опыта, что было в начале, что получили в конце и так далее. Практические приемы неразрывно связаны со словесными. Получив определенный результат действия, ребенок должен объяснить, почему получилось именно так, какие причины вызвали результат. С детьми старшего дошкольного возраста можно вступать в игровой спор, побуждая их высказывать свое мнение и отстаивать правоту, опираясь на усвоенные ранее знания. И в старшем дошкольном возрасте ребенка также учат выполнять операцию отрицания, используя частицу «не». Если кукла Маша не в синем платье, значит, Машей зовут куклу в красном платье и так далее. И здесь какие-то же игры могут быть. О игровых заданиях, упражнении, задач на сообразительность для старших дошкольников существует очень много в разных вариациях, но все они по содержанию сводятся к таким основным видам. Математически в них используются знания о количестве, величине, форме, ориентировании в пространстве, времени. Экологически основаны на природовеческих знаниях. Кстати, у нас следующий вебинар в следующем месяце со мной будет посвящен инновационным приемом в экологическом воспитании дошкольников. Поэтому приходите, если эта тема интересна, там буду разворачивать более подробно эту тему. Что еще? Игры со словами. В них используется не только звучание, но и образ слова, буквы, требоваться, шарады. Общепознавательные игры это логические задания, для решения которых дети опираются на свои представления о взаимоотношениях между людьми, о профессиях, семье и тому подобному. Бабушка, внучка, да мама с дочкой. Сколько всего человек? Три. Да, и хотела бы предложить, ну, буквально тут немножко совсем, времени очень мало. Игра, например, «Подбери игрушку». Упражняем в счете предметов по названному числу и запоминанию его. Учим детей находить равное количество игрушек. Воспитатель по очереди вызывает детей и дает им задание принести определенное число игрушек и поставить на тот или иной стол. Другим детям поручают проверить, верно ли выполнено задание, а для этого сосчитать игрушки. Например, «Сережа, принеси три пирамидки и поставь на этот стол». «Витя, проверь, сколько пирамидок принес Сережа». И в результате на одном столе оказывается две игрушки, на втором три. Есть специальные техники, есть специальные методики. К сожалению, я сегодня не задавалась целью, поскольку все они стандартизированы, их можно найти, они есть в свободном доступе, диагностика логического мышления. И что нужно делать и какие критерии можно выполнить диагностические задания. сегодня хотелось больше все-таки опираться. Да, но у нас часовой вебинар, вот в чем дело, поэтому нам нужно освободить вебинарную комнату для других вебинаров. И сегодня я хотела упор сделать все-таки на игры и на том, как развивать логическое мышление. Что еще? Незаконченные картинки. Знакомим детей с разновидностями геометрических фигур, округлых форм. На каждого ребенка нужен листок бумаги с незавершенными изображениями. Один-десять предметов. Воспитатель предлагает детям узнать, что изображено на картинках. Когда все вместе вот это, все вот это выясним, то предлагается подобрать фигуры, недостающие в рисунках, и наклеить их. Перед наклеиванием проверяем правильность подбора фигур. Законченные работы выставляются, дети сами находят друг у друга ошибки. Очень нравится старшим дошкольникам логические задачи на исключение, решить которые нужно по условию с опорой на соответствующую наглядность. Такие упражнения полезны еще и тем, что развивают память, воображение, образность, мышление. Основная функция таких задач отработка операции отрицания при помощи частицы «не». Например, логическая задача. Лев, слон и бегемот жили в разных домиках. Лев жил не в красном и не в синим домике. Слон жил не в красном и не в оранжевом домике. В каких домиках жили звери? Или, например, три рыбки плавали в аквариумах. Красная рыбка плавала не в круглом и не в прямоугольном аквариуме. Желтая рыбка не в квадратном и не в круглом. В каком аквариуме плавала синяя рыбка? Ну, в таком формате. И упражнения на логику можно вводить в состав всех занятий с дошкольниками, но целиком развитию различных логических операций и умений посвящают занятия по формированию элементарных представлений. В раннем возрасте проводятся логические и сенсомоторные игры, занятия длительностью 7-10 минут. Длительность занятий с более старшими детьми зависит от возрастной группы. И еще, конечно, подготовительная группа. Однозначно, конечно, это точно. Как вариант, конечно же. и подготовительная группа. Какие здесь можно игры предложить? Цветы на клумбах. Развиваем логическое мышление. Понадобится разноцветный картон, ножницы. Воспитатель вырезает из картона по три цветка красного, оранжевого, синего цвета и три клумба круглой, квадратной, прямоугольной формы. Предложить ребенку распределить цветы на клумбах в соответствии с рассказом. Красные цветы росли не на круглой и не на квадратной клумбе. Оранжевые не на круглой и не на прямоугольной. Где какие цветы росли? Предлагаем также логические задачи. Воспитатель предлагает детям поиграть в логические задачи. За каждый правильный ответ можно выдавать фишки наклейки. Я даю наклейки. У кого больше наклеек, тот и выиграл. Перед Чаполино стоят предметы. Бедро, лопата, лейка. Как сделать так, чтобы лопата стала крайней, не переставляя ее с места? Что, можно лейку поставить перед лопатой или перед бедром? Или Винни-Пух, Тигр, Пятачок вырезали три флажка разного цвета синий, зеленый, красный. Тигр вырезал не красный, а Винни-Пух не красный и не синий флажок. Какого цвета синий, Пятачок красный? Что еще? Например, игра я загадала. Развиваю тоже логическое мышление. Воспитатель загадывает какой-либо предмет и предлагает ребенку с помощью уточняющих вопросов выяснить название объекта. Этот предмет летает? Да. У него есть крылья? Да. Он высоко летает? Да. Он одушевленный? Нет. Он сделан из пластмассы? Нет. Из железа? Да. У него есть пропеллер? Да. Это вертолет? Да. Да, вот в таком формате. Или выбери нужное. Детям предлагаются варианты, в которых есть лишние позиции. У сапога всегда есть пряжка, подошва, ремешки, пуговица. Или в теплых краях живут медведь, олень, волк, пингвин, верблюд. Или отец старше своего сына часто, всегда, редко, никогда. Что еще здесь можно предложить? У дерева всегда есть листья, цветы, плоды, корень, тень. Ну и так далее. Тоже игру можно продолжить. Еще прекрасная игра. я соберу я соберу с собой дорогу. И нам понадобятся картинки с изображением одиночных предметов. Выкладываем изображение вниз картинкой, предлагаем ребенку отправиться в морское плавание. Но для того, чтобы путешествие прошло успешно, предметные картинки мы с вами каким образом выкладывать должны. что еще дети освоили весь программный материал для своего возраста, закрепили его не менее двух раз. Не стоит планировать на одно занятие изучение сразу двух новых понятий. лучше брать одну новую тему и закрепление одной в младшем возрасте и одной и двух в старшем тем. Темы занятий подбирают так, чтобы они соответствовали теме недели или месяца при блочном календарном планировании. Решение разного рода нестандартных задач в дошкольном возрасте способствует формированию и совершенствованию общих умственных способностей, логике мысли, рассуждения действий, гибкости мыслительного процесса, сообразительности, смекалки, пространственных представлений. Владев логическими операциями, ребенок станет более внимательным, научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы, убедить других в своей правоте. Учиться станет легче, а значит и процесс учебы, и сама школьная жизнь будет приносить радость и удовлетворение. Спасибо за внимание, спасибо за ваши отзывы. По работе с детьми УВЗ очень много вопросов, сейчас постараюсь ответить на все и не пропустить ничего. Вообще начнем с того, что все в нашем организме взаимосвязано, если, например, подойдем с другой с другой стороны, если в европейской медицине у нас принято лечить с вами легкие заболели, лечим легкие, сердце значит лечим сердце, но не стоит при этом забывать, что все в нашем организме взаимосвязано, одно влечет непосредственно влияние оказывать на другое. Я сейчас еще не успеваю столько пишите тогда в личном сообщении, потому что сейчас мы тоже говорим, я уже должна была 6 минут назад закончить наш вебинар, вопросы объемные достаточно и сейчас постараюсь по возможности ответить. Так вот, и все в нашем организме не только на физическом уровне, на и психологическом все взаимосвязано, поэтому если мы работаем с одним, мы с вами естественно тянем и другое и как можно без эмпатии, если мы не развиваем например логическое мышление, то как мы ребенку объясним, как нужно поступать в той или иной ситуации, каким последствиям ведет то или иное действие. Вот таким образом, естественно, конечно же развивая и в обратном порядке, точно так же мы с вами когда развиваем эмоциональную сферу, мы тренируем и развиваем логическое мышление, что смотри, вот мальчик плачет, почему плачет, что произошло и так далее. Но это очень-очень кратко, сейчас еще постараюсь пролистать, что еще было. Это точно так же про индивидуальные особенности, как влияют на процесс развития логического мышления, точно так же соотносим со всеми другими процессами, которые мы с вами развиваем у наших детей. все аналогично в зависимости от того, какой тип нервной системы, подвижной, неподвижной, и подбираем индивидуально. У кого-то, да, кто-то воспринимает благодаря зрительной памяти, кто-то благодаря слуховой памяти. Цифровые технологии, образовательные платформы. Сейчас, опять же, тоже очень много различных платформ и игр, которые мы можем найти и в платном варианте, и в бесплатном варианте. Но, опять же, помним еще момент какой, что есть у нас требования санпин, да, и важно их тоже соблюдать при использовании цифровых технологий в развитии логического мышления. То есть, не уходим полностью в компьютерное сопровождение. Так, ага, все, вроде бы на все вопросы ответила. Угу. Еще, если есть. По поводу сертификата сейчас Татьяна Викторовна подключится и расскажет, хорошо. Если есть какие-то еще вопросы, пишите. И если есть пожелания по поводу ОВЗ, я поняла, уже зафиксировала у себя в голове, потом запишу. Если еще есть какие-то пожелания по поводу того, что вам интересно, чтобы мы озвучили, то, пожалуйста, пишите. Все будем обрабатывать, иметь в виду, и, конечно же, озвучим на ближайших наших вебинарах. Если вопросов нет, спасибо за отзывы, спасибо за ваше внимание. Очень рада, что наш вебинар прошел продуктивно. Ждем вас на наших последующих вебинарах. Всего доброго, всех благ и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok